Всем привет, добро пожаловать на канал, меня зовут Ксения, не забывайте на него подписаться, чтобы не пропускать интересные видео. Это вторая часть седьмого дня, потому что день получился довольно-таки длинным, и это будет очень интересная часть, потому что сейчас я приехала в историческое сообщество, но увидите через пару секунд, а после поеду в Холиленд, в святую землю в США. Выглядит это очень страшно, крипово, поверьте мне, поэтому вы хотите посмотреть всё. И, в общем, приятного просмотра. Я обошла всё здание, кое-как нашла какой-то вход, нигде, это нигде не указано, время 2.30. Зашибись. И причём здание огромное. Это здание напротив сити-хола или чего-то там, никакой вообще информации. То есть там вход, большие двери, закрытые просто, три двери закрыты. Это в холодном. Давайте я обойду, потому что написано по субботам вход с заднего двора. Обошла там, сначала один вход был, закрыта. Вот второй вход закрыт, и написано, что новые часы, кстати, блин, 21 апреля. Кто-нибудь вообще собирался обновить, находить где-то информацию? Ни на сайте, ни в гугле, нигде нет, везде указано до 4. Спокойствие только, спокойствие. Ладно, хорошо, хоть за парковку не успела заплатить. Иначе я ещё была очень зла. И после закрытых дверей в историческом сообществе я пошла в Капитолий. Короче, в Капитолий мы с вами сегодня не попадём. Смотрите, единственная дверь, которая открыта. И видите, там что-то расставлено, и двери закрыты, прям вообще не открываются. Причём я обошла весь центр. То есть, там были две открытые двери, я вот по такому типу, но она была перегорожена, написано, не входить. Я такая, окей. Но я всё равно подёргала. Тоже закрыта. И другая дверь, вот эта дверь тоже закрыта. Вот и всё. Короче, я вычёркиваю это здание из списка, потому что сюда не попасть. Хотя они должны работать до пяти, это должно быть открыто для людей. Ну, ничего не открыто для людей. Всем осрать на людей, особенно на путешественников. Поэтому посмотрели с вами здание снаружи. В принципе, мне кажется, будет достаточно. Поэтому я вычёркиваю и посмотрим, что там у меня ещё осталось. Но совсем немного. Там пара музеев, но в музей сейчас ехать смысла нет. Время почти три, без пятнадцати. То есть, я за два часа, в лучшем случае, ничего не успею смотреть. Я тот человек, который ходит там часами. Вот мы с вами были в Батфорде-музее, который здесь. Вот я там пробыла пять часов, с открытия даже больше шесть. Пять-пять. С двенадцати до пяти. Меня тут чуть ли не выгоняли, потому что, ну всё, уже закрылся музей. Мне это вот еле-еле хватило времени. Ну ладно, чё ж теперь. Значит, не хотят коннектикаться, чтобы я смотрела на их государственные здания. Ребята, мы с вами приехали на Святую Землю. Вот церковь. Holy Land Chapel. И смотрите. Вообще, эта штука планировалась как... Ну, это как бы... Иерусалим ведь святое место должно было быть. Потому что здесь действующая церковь. Но это больше creepy, да, напоминает? То есть, это заброшено. Здесь ничего не делают. Просто осталась... Такая штука. Мне кажется, здесь вообще нельзя находиться после заката солнца, захода солнца. Но мне кажется, здесь такая крепота вечером. Смотрите. Город называется Waterbury. Что-то такое. А, там тарковка, что ли, какая-то? И это где-то в сорока минутах езды от Хартфорда. Буду прям что-то показывать сейчас. Итак, я поднялась к этому кресту. Довольно-таки пологий склон был. Устала. Но вид на город открывается прикольный. Я думала, сначала дрон запустить. Потом думала, здесь, в принципе, ничего такого интересного нет. То есть, отсюда все видно. Так что формат дрона становится неактуальным. И вот сами эти фигуры находятся вот здесь сейчас. Видите, то есть, здесь все взросло. Здесь никто не убирается. Потому что, ну, это как бы заброшенное. Но сейчас всем покажу. Если честно, я думала, что вот здесь можно спуститься. То есть, видите, вот отсюда. Но здесь такой пологий склон. И сюда прям, ну... Туда явно не стоит ходить. Смотрите, там какой обрыв. Он думал, это плохая идея. Придется обходить ее обратно. Вот тут. В принципе, довольно умертворяющий. Хорошо, что она целый день не угробила. А приехала после... Сколько сейчас время? Вон... Т-38. Мне больше нравится на дорогу здесь смотреть. Видите, здесь, наверное, должна была быть площадочка для такого отдыха. Хотя, в принципе, я, конечно, не знаю, может, ее обновляют. Но здесь вот неплохо. Камни нормальные. Здесь сравнительно почти не грязно. Только пару штук мусора вижу. Там еще кресты, но мы с вами дойдем до них. Скажите, что крипово, а? Знаете, что мне сейчас в голову пришло? Что если отсюда взять камушек и поставить дом и писать, что это со Святой Земли, с Холли Лэн, то все люди будут думать, что это из Иерусалима. А на самом деле это будет из Боттербери в Коннектикоте. И, ну, вы не будете врать теоретически. Потому что это, ну, место называется Холли Лэнд. Мы тоже здесь что-то планировали сделать. Люди прямо с детьми пришли. Не страшные. Ребята, я вас дезинформировала. Не там спускаться надо, а вот... Точнее, не надо, а можно. Вот здесь есть дорожка к... Видите, там белые уже камни такие. Так что здесь, в принципе, можно пройти. Сейчас я вам покажу. Сейчас как раз люди ушли. Смотрите, какая крепота. Так прикольно. Ну, не знаю, это считается богохульством или нет. Но мне кажется, нет. Просто заброшенное место. Если честно, если бы я пришла сюда на часа 3-4 попозже, ну, когда бы теоретически еще до заката, смотрите. И лес. И там какие-то обломки вообще непонятного мусора. Мне кажется, здесь прям очень крипово даже. А еще какая-то статуя здесь. Ну, отлично. Крепоты добавляем. Смотрите. Манускрипт просто валяется. Такая плита огромная. Смотрите, размер. Рулер, the earth shall serve. Что-то из Библии по любасам. Посмотрим, какое у него лицо. Вот такие камни я ожидала на той тропинке. Видите, здесь все тоже в камнях, но уже все проросло среди них. Вот там, помимо узенькой тропинки, вообще невозможно пройти, ну, чтобы не было какого-то сорняка или еще чего-то. И вот кто у нас стоит наверху. Я особо, если честно, не разбираюсь. Если вы знаете, напишите. Выглядит. Крипово. Сколько раз я скажу, пока я здесь это слово. Но это так не... А, вон и крест торчит. Это так не специально сделано, опять-таки. Это не богохульское место, не чтобы людей взбесить. И богов. Смотрите, какой склон. Наверное, поэтому еще и здесь не прижилось. Потому что, ну, кто поднимется по этому. Тут очень много людей с повышенными требованиями. У нас, как говорится, здесь повышенные требованиями. Требованиями в России с ограниченными возможностями. Вот поэтому не пройтись. То есть, я иду, и, ну, я понимаю, что мне приходится тормозить. Кто вот поднимется сюда? Поэтому и ничего у них не удалось сделать. А это что такое? Блин, я вообще домой приду, точнее, до машины. Что за тропинка? А здесь, наверное, планировали сделать парковку. Потому что место так хорошо разровнено. Смотрите, написано Holy Land, USA. А две точки уже стащили. А что там написано? Honor? А, Honor God. Понятно. Я чуть-чуть не поскользнулась. Я так испугалась. Ну, конечно, давай, обещайся. Не месяцем все в один кадр. Поэтому вот так. Я не знаю, куда мне теперь под этой тропинке идти. У меня другого выхода нет. Мне кажется, они должны были светиться. Потому что, во-первых, у них очень много проводов. Во-вторых, смотрите. Видите, они как будто разбиты экраны. Там по-любому тут есть лампочка должна быть. По-любасу. Я прямо уверена, что здесь лампочка. И вон там как будто отделение под лампочку. Посмотрите, что это все светилось. Еще половина какой-нибудь букв. Ладно, идем. Смотрите, что дальше там есть. Крипово. Да, это место по-любому разравнивалось под парковку. Прям видно. Парковку в два ряда как раз уместились бы все. Кто сюда никогда не приедет. Вообще, мы вышли сейчас с другой стороны церкви. И, если честно, я теперь сомневаюсь, если она действующая. Потому что я думала, что она действующая по-любасу. Но учитывая... Покажу, почему я думаю, что она не действующая теперь. Видите, какой старый колокол? Мне кажется, он не в идеальном состоянии. Там где-то еще шевельнулось. Этот ветер ходит, и птицы летают. И я так испугалась. Бля. Потому что сейчас медведь меня выйдет и съест. В лучшем случае, медведь. Видите, этот тоже был предназначен для света. Надеюсь, его не включают. Там какие-то кресты есть. Но вряд ли предусмотрены здесь. Может быть, здесь животных хоронят. Было бы логично. Ну что, пошлите. Чью-то память. А почему они разрушены? Я что-то не пойму. Вот, видите, какой-то крест непонятный. И... Кто? Инна... Вот тут тоже крепота. Смотрите. Крепота только из-за того, чтобы все заросло, если честно. Здесь должна была быть... Ну, сценка, видите. Иисус, Мария, Иосиф. Ну, пока что только ужас. Видите, они здесь еще бассейн планировали сделать. Может быть, даже фонтан. Ну, фонтан чуть не бассейн, фонтан. Да. Было бы сейчас интересно. В принципе, если залить водой, то будет так же крипово. Вот еще чей-то домик. Ну, это просто, видите. Че сколотили? Я не понимаю. Здесь, наверное, для свечей, наверное, для света. Ягодки! Я это есть не буду, мне страшно. Так, у нас еще одна тропинка куда-то видящая. Есть. Такий крест. Такая табличка. Гарден. Какой-то сад чего-то. Блин, мне страхово здесь идти. Из-за паутины, имею в виду. Так. Ой, там какие-то... Че это такое? Какое-то захоронение, что ли? Смотрите, это вот, ну, как могильная доска, как будто. Но, скорее всего, нет, мама. Скорее всего, нет. Вот это самая хорошо сохранившаяся... Картина, постройка. А, здесь еще будет другая тропинка. Ну, ладно. А, это, видите, это его жизненный путь. Так, я понимаю, вот здесь Иисус встречается с мамой. Иисус помогает... А, и, по-моему, Иисус помог Симон. Да, что-то еще есть. Видите, там вдалеке какие-то еще, ну, типа, постройки. Ну, я не знаю, мне кажется, к ним вообще нет прохода. Иисус и Вероника. Смотрите, как хорошо сохранилось. Такое чувство, как будто новое. Шмели летают. А вот для чего это, мне интересно, было сделано? Просто, чтобы сидеть здесь? Такой камень. Знаете, мне не так сильно хочется что-то там еще посмотреть. Вот это, чтобы проходить вот это. Она просто все инклоны. Здесь какие-то шмели летают, кто-то еще жужжит. Неприятно. Если она на меня сядет, я заору. А я думаю, кричать здесь не надо. Тебе никто не поможет. Ну, все, я поняла. Вот это я не планировалась к тому, что вы туда подойдете. Это просто вот на вид, чтобы видно было. Потому что, смотрите, какие отвесные камни. Туда по любасу никак не пройти. Ну, сюда точно не предполагалось, что кто-то будет ходить. Видите, прям, ну, все более-менее оборудовано. Она заканчивается вот здесь. И столб. Скорее всего, я планировала сделать ограждение. Видите, их два столба. Но я вас приближу. Ааа! Шмель. Ну что, ребята, откуда начали? Оттуда закончим здесь. Эту достопримечательность осматривать. В принципе, нормально. Если вы любитель такой какой-то мистики, для меня, кстати, вот, религиозные ужастики самые страшные, то вам понравится. Приезжайте вечером. Как думаете, у меня машина так отъехала? Или я так припарковалась недалеко? Приезжайте вечером. Немножко попугаетесь. Я сейчас на самом деле не представляю, вот эти люди как здесь живут. Мне было некомфортно. Ну вот и все. Седьмой тем подошел к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Дальше будет еще несколько дней. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Напишите, как вам понравилась эта выставка или нет. Всем еще раз большое спасибо за просмотр. Всем отличного дня и всем пока-пока.